Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия 1. Сегодня пятница, 1 июля. И вот, что мы для вас приготовили. Сегодня у нас с вами будет мастер-класс по приготовлению настоящего казачьего борща. А еще мы узнаем, как будет развиваться туризм Карачаевой Черкесии в ближайшее время. Но сначала, как всегда, погода! В Карачаевой Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северный 5-10, температура ночью 10-15, в горах до плюс 9, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер северный 5-10, температура ночью 13-15, а днем 25-27 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2, 96, 58. Категория Нарпляс. Развитие туризма в России в новых экономических условиях получило очень серьезную поддержку от государства. Какую именно и на какие цели они будут направлены в денежные средства, как это скажется на развитии туризма в Карачаевой Черкесии, поговорим с нашим гостем. Знакомьтесь, это начальник отдела туристских продуктов и мониторинга Министерства курортов и туризма Карачаевой Черкесии Марат Жасшеев. Марат, спасибо, что вы к нам пришли. Итак, мы понимаем, что сегодня сложилась такая обстановка в стране, что туризм получает наиболее серьезную государственную поддержку. А почему? И какие программы предусматривает господдержка? Здравствуйте. Да, действительно, правительство Российской Федерации утвердило государственную программу развития туризма до 2030 года, согласно которой планируется обеспечить всем гражданам современную туристическую инфраструктуру. Марат, мы знаем, что Ростуризм в начале марта оказал самую серьезную поддержку нашему региону, Северокавказскому федеральному округу. Он выделил достаточно значительную сумму и Карачаевой Черкесии. Это понятно, потому что нам грех-то жаловаться. Мы знаем, что у нас турпоток растет каждый год где-то на 30%. Ну вот я хотел вас бы спросить, какую сумму нам выделили и на что будут потрачены эти деньги? Может быть, на новые проекты какие-то? Да, правительство. Наш регион выиграл грант. Более 340 миллионов рублей. Данные средства пойдут на улучшение кемпингов, гвемпингов, строительство модульных средств размещения, улучшение пляжей. А у нас что, пляжи есть? Да, у нас множество пляжей. И есть на территории поселка Дамбай, здесь в Черкесске, на Зеленом острове у нас есть пляж. Ну и будем искать, какие есть пляжи полностью по региону. Тиберде, да, по-моему, есть? Тиберде есть пляж, да. То есть их будут обустраивать, правильно? Да, будут обустраивать. А вот вы сказали кемпинги, да, создание кемпинга. А у нас кемпинги разве есть? Ну, будут создавать. А, новые. Да, новые будут создаваться. Грант будут, данный грант будут давать гражданам. Уже в рамках выигранного гранта люди будут реализовывать, будут строить. А скажите, вот это большой секрет или нет? Люди знают об этом проекте, да, кто заинтересован. Уже подали заявки или нет еще? На сегодняшний день еще заявок нет. Министерство сейчас отрабатывает всю нормативно-правовую документацию по предоставлению, по правилам предоставления этих грантов. А также порядка, по правилам и порядка предоставления этих грантов. Более 70 проектов есть, по которым будут, направлений проектов, по которым будут выдавать эти гранты. Также на реализацию новых туристических маршрутов будут эти гранты. На сегодняшний день множество звонков поступает в наше ведомство. Люди спрашивают. Более подробную информацию мы будем выставлять в информационных сетях нашего ведомства и на всех интернет-ресурсах. Понятно. Но это очень интересно, потому что мы привыкли к Донбай, Архисте, Берда, Медовые водопады. Это самые посещанные кислые источники. А вот хотелось бы, конечно, что-то нового. Потому что мы, например, жители республики знаем о том, что у нас есть много интересных мест, куда не проложены туристические маршруты. И то, что новое направление, это же хорошо. Да, это отлично. Также есть, ну, вы забыли рассказать про, например, Гумбаши. Также про Тобермамет. Это тоже очень популярные туристические направления. Ну, более дикие, но очень популярные. Ну, я думаю, граждане будут и в этом направлении будут работать и улучшать сервисы, обслуживание. Вот как хорошо. Потому что наши туристы, они, конечно, которые приезжают к нам, они покорены и красотой наших гор, наших мест, нашей природой, добродушным отношением, гостеприимством. Но на сервис все-таки немножко жалуются, да? Да, за насчет сервиса тоже расскажу. Наш регион стал в этом году, первый раз вошел в программу «Кавказ Гранд Туризма». Данная программа предусматривает улучшение сервиса. Ну, там программа разделена на множество блоков. Ну, в одном из блоков, говорится, как раз за сервис. И будут введены новые единые стандарты по обслуживанию и по улучшению сервиса. И качество вообще предоставления безопасности всех услуг. Ну, это хорошо. В сфере гостиничного бизнеса и с улучшением сервиса. Ну, перестанут туристы жаловаться. Да, перестанут, 100% перестанут жаловаться. Марат, к вам такой вопрос. Скажите, а любите ли вы борщ? Ну, больше шурпу. Это потому, что вы не умеете его готовить. Я вот хотела вам предложить посмотреть один сюжет. Готовит у нас на берегу реки мы готовили борщ. Причем не просто так, а на костре. А готовили с настоящей казачкой, настоящий казачий борщ. И она причем не только хорошо готовит, Виктория Усова, а она еще и вводит группы, прокладывает туристические маршруты. Вот об одном из них, который она хочет создать, как раз рассказывает в нашей программе. Давайте смотреть? Давайте. Давайте. Здравствуйте, друзья. Друзья, мы находимся на берегу реки Уруб, около станицы Преградной. И сегодня мы будем готовить настоящий кубанский казачий борщ. А помогать его нам будет, вернее, руководить процессом будет настоящая казачка Виктория Усова. Виктория родилась в Преградной, умеет не только готовить, но и много чего другого, о чем мы сегодня обязательно расскажем в нашей программе. Виктория, у меня к вам такой вопрос. Ну вот борщ, традиционный набор овощей, да? А чем отличается в таком случае он от украинского? Я думала, может быть, что-то такое особенное будет. А в принципе, обычный набор. Для борща, в принципе, ингредиенты те же самые, что и для украинского, но плюс-минус. Есть свои отличия. Но основное отличие от украинского борща, это в том, что украинский борщ, он ярко такого насыщенного свекольного цвета. А борщ по-кубански, казачий борщ, он, в принципе, может быть и без свеклы. Или, как у нас говорят, свекла, бурак, буряк. Буряк, да. Буряк. Поэтому это как бы такое, ну, основное отличие в цвете. Еще также основной, именно казачий борщ, основная особенность его, это то, что там используется фасоль. Ну, или, как у нас раньше говорили, квасоль. Квасоль. Так что борщ с квасолью у нас будет. Также еще борщ у нас кислят, либо добавляют напополам свежую квашеную капусту, либо летом в сезон алычой можно подкислять. Лубанский борщ, помимо такого насыщенного, такого даже оранжевого цвета, он еще бывает такой, что вот ложка стоит, как говорится, такой густой. Понятно. Поэтому вот, в принципе, такие основные. Ну, это может быть вкусно. Самое главное, что будет вкусно. Ну что, приступаем? Приступаем. Первым делом разрезаем нашу грудинку на несколько частей. Готовить-то мы будем не на газовой печке, а на костре. Так быстрее сварится. Вместе с мясом кладем и предварительно замоченную фасоль. Она тоже варится долго. А мы тем временем с Викторией займемся зажаркой. Виктория, а скажите, вот кто вас научил готовить настоящий казачий кубанский борщ? Ну, больше сквасолью у меня все время готовила бабушка. Которая вас и петь научила, да? У нас и бабушка, и ее сестра, и прабабушка, они очень хорошо пели. Я как-то... Я раньше не пела. Я петь начала, когда пошла в хор. Хор? Да. А, кстати, друзья, я забыла вам сказать, что наша Виктория, она же поет в казачьем хоре, который называется... Народный казачий хор урубчане. Урубчане, вот. Отличный хор. Вот. Так вы до этого вообще не пели, что ли? Нет. Как это? Ну, вот как-то не пела. Слушала только бабушку, просила ее спеть. Она пела очень хорошо. Она мне привила и любовь к народной песне. Мы все время с ней слушали и кадышевую, и казачьи песни. И бабушка сама пела очень хорошо. А есть любимая песня, которую вы вот... Ну, особенно вам по душе? Мне очень нравится именно исконная казачья песня. Мне нравится песня «Не для меня» или «Не для тебя». Ой, как я ее люблю. Давайте споем? Давайте. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется. И сердце девичье забьется с восторгом, чувств не для меня. Ну, да. Это такая песня красивая очень, но немножко грустная. Мы с друзьями, у нас друзья все казаки практически. И когда мы собираемся на праздники, дни рождения, у нас обязательно баян. Обязательно. Потому что наш друг Виктор Мельников учился в Институте культуры в Краснодаре. Он сам потомственный казак. И вот он играет обязательно на баяне, а мы поем песни. Ну, это немножко песня замечательная, конечно, но мне кажется, она чуть-чуть грустная до сегодняшнего мероприятия. Предлагаю спеть повеселее. Например, «Пчелочка золотая» споем, знаете? Споем. Ну, давайте. Ну, вот такая песня, друзья. Очень поднимает настроение. Так. А морковку мы тоже кубиками, да, режем? Можно на терке, но так как в походных условиях терки нет, мы режем кубиками. А вот лук, я смотрю, Виктория, это вот необычный же лук, не такой, который в магазинах продают. Это который вы сами, наверное, выращиваете, да? Ну, да, это домашний лук. Домашний. Сразу видно. Ага. Ну, что, свеклу теперь, да? Да. По поводу газа, что хотел вас спросить. Вот, с одной стороны, газ, это, конечно, хорошо. Это быстро, экономно, удобно. А с другой стороны, русская печка, да, печка, когда дровами топишь, когда они трещат. У вас газ или вы дровами еще топите? Мы еще топим дровами, пока мы газ не провели. Здорово! Ой, как хорошо! Нет, ну, для вас, наверное, не очень хорошо, для нас экзотика. Ну, да, получается зимой очень так хлопотно с дровами. Особенно, если куда-то уедешь, на пару дней приедешь, уже холодно. Ну, да. А так, конечно, когда дрова трещат, это очень интересно. Я еще застала у прабабушки русскую печку. Ух ты! Очень любила на ней лежать. А, я тоже знаю, что такое русская печка. А еще в русской печке очень вкусные делали пироги. Тоже, кстати, казачьи пироги с сухофруктами. А, с сухофруктами, да? Да, с яблоками сушеными и груша, дичка. Варили узвар, а начинку, то, что оставалось, ну, узвар компота с сухофруктов. А начинку использовали как для пирогов. Ну, вернее, яблоки, груши использовали как начинку для пирогов. Получается безотходное производство и очень вкусные пироги. Ну, да. Дичка, она же такая ароматная, ароматная. Да. А, Виктория, а у вас сейчас русская печка не сохранилась, да, я так понимаю? Нет. А кого-нибудь в селе есть интересного в станице русской печки? Есть, но мало. Мало, да? Есть мало у кого. А давайте найдем, да приготовим что-нибудь уже такое казачье. Как думаете? Я за. Выкладываем на сковороду нарезанный лук и ждем, когда он подрунянется. Затем отправляем туда морковь. Последний закладываем в свеклу, или, как говорят казаки, буряк. Теперь можно заняться картошкой. Оно, Виктория, домашнее, выращено без всяких химикатов, разварится быстро. Виктория, а как пришла вам идея и желание заняться вот именно туристической сферой, стать гидом? Вы где-то учились? Ну, у меня с детства я любила куда-то пойти, что-то исследовать, посмотреть. Но, к сожалению, особо в студенчестве как бы возможности не было, потому что как-то у нас все были безвылазные. А потом, когда я как раз жила в Санкт-Петербурге, я нашла там друзей, именно вот с которыми мы ходили в поход, походников. И я решила заняться этим профессионально. Я окончила школу инструкторов. У меня есть удостоверение инструктора-проводника. Да, там я училась. Получила удостоверение проводника. А скажите, Виктория, вы нацелены сейчас работать, развивать туристические маршруты в Санкт-Петербурге или все-таки у себя на родине в Карачаево-Черкесе? Что-то главное для вас? В Санкт-Петербурге там уже, как говорится, все открыто. А здесь мы, я как раз вот приехала, мы сейчас общались с моим знакомым очень хорошим, как раз по поводу открытия базы гостиницы на Пхие, в Круглик. Мы там хотим сделать гостиницу, но не просто как бы очередную. Мы еще хотим, помимо этого, поставить русскую печку, печь хлеб, пироги, именно по старинным рецептам, картошку, борщ, готовить именно в русской печи. Виктория, какая вы умница! Слушайте, если вы это сделаете, мы обязательно к вам приедем в гости и все это снимем, хорошо? Будем только рады. Боже мой, представляете, друзья, в русской печи, вот ты побывал на Кислых или там какие-то перевалы, в Южный Слон сходил, а потом приехал в гостиницу, а тебе тут хлеб из русской печи, картошку. А картошка, кстати, это как это вот? Как вы ее готовить будете? По казачьи? По казачьи, да. Это казачья кухня, да? Да, именно казачья кухня и по рецептам, которые я вот узнаю у старожилов, как готовили у нас дом в семье, плюс еще спрашиваю в станице, изучаю рецепты. Виктория, а вы говорили, что вы еще продолжаете учиться и работаете в Санкт-Петербурге, да, где-то? Да, я сейчас сражусь с поваром в Санкт-Петербурге, в Казачьем Крестовозвиженском соборе. Ух ты! Я там готовлю как раз тоже блюдо из традиционной казачьей кухни. Борщ с квасолей. Ага, который мы готовим. Да, который мы готовим. Борщ с квасолей. Это мое такое любимое коронное блюдо. Вареники готовила один раз. Ну, вареники с картошкой. Потом картошку по казаче тушила. Они довольны. Ширя, а скажите, вот вы столько лет прожили в Сеградной. И когда вы вот с друзьями общаетесь, вам есть что рассказать? Ну, вот из интересных фактов, чуть ниже по течению реки Уруп есть Васильева пещера, чуть ниже станицы Преградной. И там, по легенде, ну, как прятался полк солдат, вернее, белогвардейцев под руководством Васильева. Говорили, что там с ними была женщина, девушка, дочка этого Васильева. И вот рассказывали, что в 90-х годах она приезжала сюда, в Преградную. В 90-х? Да, в 90-х. Уже будучи в пожилом возрасте, она прошлась по местам, где прошли ее молодые годы. И тоже рассказывала, что вот как раз она понравилась там чекисту какому-то. И он попросил ее руки у отца. И у этого Васильева стал такой сложный моральный выбор. Либо оставить дочку в живых, но дать врагу. Либо отказать, но тогда дочка погибнет вместе с ним. Он решил поступить как отец, и все-таки дочку отдал в жены этому чекисту. Это мне рассказали местные жители. Ну, а их, скорее всего, расстреляли, да? Да, да, их увезли и всех расстреляли. Однако вернемся к нашему почу. Ах, как пахнет наш бульон! Быстрее бы уже борщ сварился. На свежем воздухе аппетит что-то разгулялся. Картошку положили, теперь займемся нашей зажаркой. Добавляем в нее томатную пасту и молотый перец. Ну вот, дело движется к концу. Можно закидывать в наш борщ последний ингредиент. Ох, и пропахнем же мы с Викторией дымом. По-моему, нами можно будет закусывать. А вот в Санкт-Петербурге мы вот такой борщ готовим. Я понимаю, почему они людям нравятся, да? Но там же мало натуральных продуктов. Вот какие там продукты вам нравятся? Нет. Вот очень большая проблема в Санкт-Петербурге, то, что там практически нет таких натуральных продуктов. Так как у нас здесь, наоборот, очень много всего пропадает. Та же самая и алычай, и абрикосы, и яблоки гниют. А в Питере, наоборот, нет нормальных продуктов. Вот я как раз сейчас договорилась там в одном месте, в одной лавке, куда буду поставлять продукты. Ну, в общем, будем рекламировать Северный Кавказ. Конечно. Вот так к нам приезжают, видят, какие у нас люди, какие у нас продукты. Продукты попробовали, сказали, а поедем мы в Карачаево-Чуркишку, посмотрим, где это. А тут-то есть на что посмотреть. Конечно, очень много всего интересного. Тем временем наша зажарка как следует протушилась. Выкладываем ее в котел. Борщ по-кубански, ложка стоит. А у нас же будет еще грудинка. Достаем мясо и разрезаем на небольшие кусочки. Затем отправляем в борщ. Ох, красота. По-моему, мы не зря старались. Это будет очень вкусно. Ну, а пока борщ доходит, у нас с Викторией фотосессия. Мы же девочки все-таки. Ой, точки набежали, ветер подул. Мы в горах. Хорошо, что борщ готов. Можно и за стол. Боже мой, какая красота. Мы долго готовили, готовили. Наконец, мы приготовили. Так, мне самое интересное, что у нас получилось. Сейчас попробуем. Какой вкусный. Не зря мы старались. Не зря это было так долго. Вот это борщ. Вот это я понимаю. Ну что, дорогие друзья, скажу вам, готовьте борщ на костре, а не дома у себя. Потому что у нас получился не борщ, а пальчики облизишь. Ну что, Марат, понравился борщ? Захотелось попробовать? Да. Очень даже. Да, вот я вам честно скажу, дома, как ты не старайся, вот такой борщ все равно приготовишь, как на костре. Очень вкусный. А скажите, Марат, вот как специалист, есть ли шансы у Виктории с ее другом построить гостиницу, выпекать это все в русской печи и получить грант на развитие? Потому что я считаю, у них как раз загвоздка в том, что у них не хватает средств денежных. Да, конечно, есть. Одно из направлений – это гастрономический туризм, который, в принципе, у нас развивается. Да, мы с радостью будем ожидать заявки. Пускай подают нам заявку. Будем пытаться реализовать. Хорошо. Обязательно. Пускай подают. Я обязательно позвоню, скажу, пускай подают. Ну что ж, Марат, большое вам спасибо, что пришли к нам в гости. Вам успехов. Вы рассказываете о всех интересных новинках в нововведениях. Договорились? Договорились. Приходите к нам еще в гости. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи в вашей работе. Я тоже прощаюсь с нашими телезрителями. Желаю вам хороших выходных и отличного настроения. Увидимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok